Виталий, приветствую тебя снова на выпуске совместного анализа технического и фундаментального. Смотрим за самыми интересными, актуальными и перспективными торговыми сделками. Рекомендуем, собственно, всем тем, кто просматривает этот контент. Также, друзья, не забывайте, если есть необходимость разобрать какие-то дополнительные инструменты, мы с удовольствием сделаем на них акцент, только обязательно давать нам фидбэк в секции с комментарием. Ну что, давай тогда, Виталий, подведем итоги прошлых. Рекомендации у нас была с тобой пауза, делим, ну, немножко сейчас откатим назад. Прокомментировать позиции нужно, потому что многие все-таки им приобщались. Начнем с меня, прошлые сделки, потом перейдем непосредственно к тому, что интересно увидим сейчас. Так, момент. Так, в прошлый раз было несколько рекомендаций. Я рассматривал перспективы канадца и британская валюта. Вот, собственно, по канадцу. Была рекомендация BuyStop с уровня 1.3570. Наверное, получается, 24-го, да, у нас с тобой был эфир. Так, момент. Вот там, левее, левее, левее. Вот здесь, да. Да-да-да, я понял. 3570. Это рекомендация BuyStop. Очень неплохо мы выросли, фактически. Локальный максимум был выше отметки 1.37. Честно говоря, вот здесь, после того, как мы ушли в такой продолжительный боковик, где, отчетливо, вырисовывался локальный восходящий канал, я немножко испугался, когда свечка полетела вниз и вышла на отметке 1.3650. Но тем, кто держит, опять же, сделки на покупку доллара канадца, я, в принципе, на вашей стороне, друзья, потому что я ставлю на снижение рынка нефть, потому что считаю, что рынок нефть очень сильно перекуплен, и сегодня я буду как раз комментировать его перспективу с позиции новой сделки. Еще одна рекомендация была по фунту, селф-стоп с уровня 1.2470, то есть здесь также сделка очень хорошо отработала. Мы ушли вниз, фактически локальный профит был больше 200 пунктов даже. Но, честно говоря, здесь я по фунту принципиально, знаешь, держу позиции. То есть если не срабатывает тейк-профит, а он у меня очень низко, это на отметке 1.2121, то в худшем случае я вот закрываюсь по безубытку, что, в принципе, произошло 1.2470. То есть, несмотря на то, что потенциал у этой сделки был в моменте больше 200 пунктов, я признаюсь, что не заработал на ней ничего. Вот дождался возвращения рынка к уровню 1.2470, вот даже локальный мы ушли выше. По фунту сегодня комментировать ничего не буду, потому что, я думаю, мы к нему вернемся позже. На этой неделе фунт действительно сохраняет за собой позиции чуть ли не самого волатильного актива. Это по-прежнему так. Что касается текущих сделок, то я предлагаю обратить внимание на нефть, которая растет, несмотря ни на что, и на позитиве, и на негативе. Вот как будто бы трейдеры настойчиво хотят игнорировать на фон, связанный с ухудшением ситуации вокруг коронавируса. Вообще ничего не помазит. Нефтянку уже 43.34 – это локальный максимум. Я думаю, что сейчас в дневке посмотреть. Ну да, мы уже подбираемся к свечке. Сахонечку. Ну, мартовские значения. Ну, я думаю, Виталий, возможно, ты со мной согласишься, но послушаем, если у тебя будут тоже рекомендации по рынку нефти. Денис, кстати, также считает, что Ковач, мы с ним аналогичный контент готовим, тоже рынок очень сильно перекуплен. В общем, если посмотреть на текущее движение, мне кажется, довольно неплохим может получиться сделка, неплохой сделка по продаже бренда с уровня 43.50. Ну, сейчас 43.32, соответственно, это сделка с L-Limit 43.50. Я считаю, что на этой неделе могут быть драйверы для распродаж нефти. Это, во-первых, ожидание того, что все-таки в среду, когда выйдут данные по запасам, в этот раз они покажут небольшой прирост. На этом также можно будет продавцам использовать какую-то дополнительную фундаментальную базу. Также стоит отметить, что ожидается еще и рост нефтедобычи в США, поскольку цены находятся на очень высоких значениях, и мы видим то, что даже по отчету Baker Hughes практически по нефтяным платформам уже достигнуто дно. Ну, американский сланцевый бизнес понемногу будет возвращаться в это дело. И еще один момент. Со дня на день фактически я точно не могу назвать дату, но я думаю, что это возможно уже даже на этой неделе. А страны ОПЕК отчитаются о проценте исполнения сделки в прошлом месяце. Вот в рамках аналитического факта я вот сегодня на брифинге рассказывал, что я не жду там хороших значений, никаких стопроцентов там точно не будет. Это соглашение снова будет недовыполнено. И, возможно, в том числе и по этой причине Россия, это как уже было сказано на прошлой неделе Александром Новаком, Россия не будет участвовать в соглашении по продлению вот этого периода до сокращения в августе. Поэтому рынок нефти все-таки может очень в скорое время лишиться единственной поддержки, которая его раньше толкала с точки зрения фундамента. Если нет каких-то новых и других движущих сил, я думаю, что рынок все-таки начнут очень неплохо сдувать. Поэтому 43.50 в качестве стоп-лосса стоит поставить, значение отметить 44.10, а тейк-профит поближе к уровню 40 долларов за барр. Ну, 40-41 в этом диапазоне. И еще одна сделка. Я продолжаю верить в индекс американской валюты, даже несмотря на локальные распродажи, и ищу всегда возможности, как лучше купить этот индекс. Вот сегодня я предлагаю сделку buy stop с уровня 96.90. Просто сейчас индекс американского доллара находится на отметке 96.80. В целом, в качестве факторов поддержки для индекса американской валюты, это защитные свойства доллара, учитывая, как плохо обстоят дела с коронавирусом в Штатах, это сильная статистика на Farm Perils, которая вышла на прошлой неделе, и подтвержденный факт сокращения баланса и резерва. Символичные пока что цифры, но все равно уже третью неделю подряд по 75 миллиардов РС забирает. Пока мы не слышим о новых стимулах со стороны властей и американского регулятора, которые, по идее, могли бы обвалить курс доллара, этим нужно пользоваться. Поэтому buy stop 96.90, stop loss 96.40, ну и take profit, как и раньше, ждем поближе к уровню 98. Виталий, слово тебе передаю. Видно рабочий экран? Да. Итак, всех еще раз приветствую. В прошлом своем обзоре пятничном я делал, скажем, хотел получить отзывы, фидбэк такой от тех, кто нас смотрит, нашу битву по понедельникам и средам. И мне было интересно, смотрят ли нас, торгуют ли по нашим идеям и так далее. В принципе, очень было много отзывов хороших, что некоторые, скажем, кто нас смотрит, торгуют наши идеи. Некоторые просто смотрят ради интереса, что битва полезна, поэтому мы будем ее продолжать. И, в принципе, кто смотрел только мой обзор, а кто не смотрел, может и под этим видео также поставить отзыв, какие-то, возможно, свои рекомендации в формате, что бы вы хотели, как Артем уже сказал, получить по другим инструментам какие-то обзоры или еще какие-то рекомендации по, скажем, по нашей битве. Возможно, зрители какие-то нюансы нам подскажут и так далее. Это, в принципе, хорошо получать отзывы. Дальше. Сейчас обсудим то, что я говорил недельку назад. Это был евро-доллар и доллар-франк. Я ставил на рост доллара на то время. Итак, евро-доллар торговался, это у нас был 24 июня, вот в этой области. Я говорил шорт-идею. Мы, в принципе, неплохо скатились вниз более одной фигуры. В принципе, я там писал в комментариях, что советую там часть позиций закрыть или полностью, потому что, в принципе, в пятницу я уже говорил обратную ситуацию по евро-доллару. И по доллар-франку аналогично вот в этой области. Вот у нас 24 июня, 94, где-то мы здесь 30 торговались, покупочку советовал. Она, в принципе, тоже неплохо отработала с небольшим стопом. Итак, на текущий момент, что мне по рынку, я, в принципе, дам аналогично, скажем, сегодня рекомендации по евро-доллару. Это, в принципе, зеркальный индекс доллара и по нефти только затрону нефть марки Light. В принципе, там без разницы. Итак, по евро-доллару. Какие у меня идеи на сегодня? Это я буду советовать покупки, снижение доллара по отношению к европейской валюте. Но, в принципе, не исключаю от того момента, который ты посоветовал на рост доллара. В принципе, я в пятницу советовал, была очень хорошая точка покупки в районе 1.12, там отторговались 20-30. Я сам тоже покупал, давал рекомендации ребятам. Часть сделки я уже закрыл и сижу без убытки. Поэтому имеем то, что на текущий момент это евро по 1.12.90. Можем купить с текущих. Кто уже не успел купить там пятницу, со стопом за ночной минимум, давайте это будет 12.40. Буду надеяться, что мы сейчас с текущих еще немножко будем улетать наверх. Это пунктов хотя бы там 50-70. Потом какой-то откатик в эту область 12.90. И дальше прогноз у меня по евро, ну такой среднесрочный, это в район 14-15 и возможно выше там 18-20. То есть это прогноз на ближайший, скажем, июнь-август у меня по евро-доллару. То есть это тот сценарий, который я жду. Не исключаю еще одной волны снижения, то есть на обновление минимумов это в районе там 1.11.70, где-то в область 1.11. Скажем, мы можем еще одну волну сюда сделать, снижение и только дальше продолжить наверх. Но с текущих шорт идею я не вижу. Она в принципе возможна. Поэтому буду только, скажем, покупать. Я уже там ситуация, если в среду изменится, буду уже смотреть, возможно, какие-то краткосрочные шортовые идеи они и будут там в эту область. Поэтому пока я бык по евро-доллару. Что касается нефти, по нефти у меня тоже обратная ситуация. То есть я пока вижу рост нефтяного рынка. То есть я пытался шортить на прошлой неделе неудачно, ну там, скажем, в каком формате, там по безубытку вышло. Небольшой даже там стопик было, около там 20 пунктов. Но в принципе там на вот этом коридоре, который был по лайт, я здесь и покупал на отскок, и шортил в принципе. тоже неплохо получилось. А сейчас на данный момент вот эта структура, которая идет наверх, она больше смотрится на то, что будет идти пробой вот этих хаев. В принципе, бренд уже, вижу, пробивает практически, да, практически как и лайт. Будет пробой вот этих хаев и достаточно хороший, ну, пунктов 300-400, я думаю, возможно, пролетят. Поэтому буду советовать покупать с текущих. Это у нас цена 41. Со стопом будет за ночной минимум это по 40. То есть и цели у нас, ну там, можно частями закрывать, если все-таки рынок пойдет наверх. Это 42, 43, 45, скажем. Я думаю, что вот после вот этого накопления цена должна еще как минимум обновить вот эти максимумы июня. И потом уже, если будет обратно заходной хороший импульс вниз, я буду там уже смотреть по, скажем, коррекции, наблюдать. Возможно, там будут рекомендации уже на шорт среднесрочные. Потому что я еще в прошлой битве говорил, что здесь, возможно, шорты смотрятся и на обзорах. Но вот эта структура, она была такая немножко неправильная. Видно было, что ее выкупают импульсом и, скорее всего, наверх. Ну, такое, пока сложно здесь сказать что-то. Ну, имеем то, что имеем на текущий момент. Поэтому такая ситуация у меня. Евро лонг и нефть лонг. Спасибо, Виталий, за комментарии. Ну, что ж, давай тогда следить за тем, как будут развиваться события на финансовых рынках. Друзья, при всем уважении к экономическому календарю, могу сказать, что неделька будет не такая уж активная, особенно если сравнивать с содержанием этого же самого календаря в прошлой неделе. Но сейчас рынок очень чувствителен вообще к каким-то малейшим заявлениям, в том числе и по коронавирусу. Ну, сейчас все мы следим за тем, как продолжает развиваться отношение между США и Китаем. Вокруг Брекзита то же самое. Короче, рынок могут раскачать внезапно. Поэтому наша, с Виталием, вам традиционное напутствие. Обязательно контролируйте риски. Как бы вы не были уверены, что рынок должен пойти, отбился от уровней, либо, например, полагается на какое-то фундаментальное отчетное событие, рынок, как правило, зачастую всех умудряется перехитрить. Поэтому контролируйте риски и следите за загрузкой ваших депозитов. Виталий, тебе тогда хорошей торговой недели. С сегодняшнего дня увидимся мы с тобой уже в следующую среду. Там точно снова будут новые рекомендации. Всем спасибо и всем пока. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok